Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Архангельске, которое занимается производством лекарственных средств. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. В начале прошлого года мы получили крупный заказ на поставку антисептика для обработки поверхностей. Договор мы заключили на два года. Реализация заказа на нашем предприятии была, по сути, невозможна без покупки нового оборудования. Мы решили приобрести новое автоматическое оборудование для розлива в бутылки и укупорки. Оно должно было по сути обеспечивать автоматическую подачу и розлив препарата для носа в пластиковые бутылки объемом 20 мух. Укупорка используется для автоматической подачи флаконов и закупоривает горловину флакона резиновыми пробками и алюминиевыми колпачками, а также завинчивающимися крышками. В качестве укупоровочного элемента мы планировали использовать распылитель с крышкой. Материал оборудования должен быть прочным и износостойким. В случае производственной необходимости планировалось перепрофилировать оборудование для флаконов с нозельным раствором объемом 20 мух. Этот критерий надо было по сути учесть при покупке оборудования для розлива и укупорки. Я 10 лет работаю на нашем предприятии в должности главного инженера, привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора машины для розлива я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которое проводилось в Москве. Машин для розлива в бутылке было по сути представлено много предприятий из различных стран мира. Я выбрал три наиболее подходящие моим требованиям, взял контакты у представителей. Выбранное автоматическое оборудование необходимо было по сути согласовать с руководством, а затем заключать договор на поставку. Вернув на предприятие, я начал связываться по телефону с представителями предприятий производителей оборудования. Компания из Германии согласилась поставить оборудование для розлива, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее трех месяцев. Одна компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться, сможет ли оборудование наполнять бутылки из пластика, какой допустимый объем флаконов. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет сделать оборудование только через шесть месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Договор на поставку препарата для носа уже был заключен и ждать автоматического оборудования для розлива в бутылке и укупорки так долго мы не могли. Машину необходимо было, по сути, найти, и я понял, что самостоятельно это сделать у меня не получится. Это немного поубавило моей уверенности. Однако тут мне помог менеджер компании из Краснодара, который, в принципе, посоветовал специалиста по поставке фармацевтического оборудования, который, в принципе, смог бы найти другой вариант оборудования. Последовав его совету, я обратился специалисту-посреднику российской компании. Тогда я еще не догадывался, что поступаю правильно. Менеджер компании из Москвы выслушал меня, задал несколько уточняющих вопросов по материалу флаконов, требуемой производительности, допустимой погрешности дозирования оборудования. Меня порадовал его профессиональный и деловой подход. После предварительной консультации он предложил два варианта оборудования для розлива, которые, в принципе, отличались по границам дозировки и производительности. Специалист этой компании выслал на почту видео с предложенными вариантами машины, которые, в принципе, наглядно демонстрируют само оборудование и его возможности. Я показал эти два машины руководству, и мы сошлись на той линии, которая обеспечивает дозировку от 10 мул до 100 мул. Через неделю мы заключили договор на поставку автоматического оборудования для розлива и укупорки пластиковых бутылок. Менеджер попросил предоставить образец нашего флакона для тестирования на автомате. Перед оправкой оборудования специалист выслал видео с нашим оборудованием. Машина закрыта пластиковыми щитами для исключения внешних воздействий на процесс. Аппарат состоял из транспортерной ленты, стола розлива, оптические датчики для контроля наличия флаконов, оснащена механическая система укупорки крышек. Крышки и распылителями должны поступать из накопительных бункеров для укупорки. Готовые пластиковые флаконы с препаратом поступали транспортировались по конвейеру. Через 40 дней после заключения договора мы получили рабочее оборудование для розлива в бутылки и укупорки и уже через три недели начали выполнять заказ и поставлять препарат для носа заказчику. Машина работает отлично, сбоев в работе не было по сути. Изначально я скептически относился к выбору менеджера, полагаясь на собственный опыт, однако я понял, что учиться нужно всегда и не бояться доверять профессионалу.